Клево всем, друзья! Меня зовут Еременко Виталий. Вы на канале Клево всем ловите рыбу с нами. Сегодня я приехал на один из степных водоемов Краснодарского края попробовать половить карася. Погода дурью мается. Сегодня 2 апреля, но второй день только потепление. Была дурная погода, было холодно. В Ростове выпал снег, ветер был ледяной, дожди. Было очень холодно, все рыбалка останавливалась, рыба была в коматозе, все останавливалось. И сегодня второй день потепления, стих ветер, пока небольшой бриз, класс. Я приехал на рыбалку половить карася на маховую поплывочную удочку. Насобирал сейчас немножко грунта. Да, уже можно было ловить бы без грунта, но с теми перепадами температур. Допустим, сегодня я выезжал, когда утром из дома, было плюс 3, днем обещают плюс 15-17. Поэтому рыба останавливалась, и чтобы ее заставить клевать, не перекармливать, все-таки она еще не думает, что будет активная, и закорм я буду делать с грунтом, чтобы объединить прикормку. Надеюсь, все получится. Погнали, ребятки! Ловить буду с грунтом. Поэтому первое, что нужно сделать, это просто подготовить прикормку. Нужно ее просто слегонца намочить, чтобы она была влажная, взяла воду и начала пить. Все! Классика для меня, черный лещ, пачка прикормки 0,8. Буквально чуть-чуть воды, и прикормку надо сделать просто слегка влажной, и дать 10 минут постоять. Грунт после дождей сырой, поэтому прикормка должна быть слегка суховатая, чтобы она взяла воду. Все! Готово! Пусть стоит, настаивается, пока дальше занимаюсь подготовкой места. Ловить буду вот так. Вот такая удочка, 6 метров, хигповар, грофс, культур. Классная удочка для легких монтажей. До 3 грамм, в принципе, отлично, свыше уже будет тяжеловатой для нее будут. Ну вот, легкими монтажами самое то, что надо. Удочка очень мягкая, очень приятная. Спокойно держу одной рукой, без проблем. Для моей руки то, что доктор прописал. Очень мягенькая, даже на небольшой рыбке гнется. Очень классная, уваживать мелкую рыбу, просто кайф. Народ, ой, тачишь, тащишь, как будто сазана там красит с ладошкой. Потому что удочка у меня не кол, не череног от лопаты, а мягкая, легенькая, классная удочка. Ветерок усиливается, ну ничего, начну все равно с вот такого монтажа. Поплывочек 1 грамм. Маленькие подпасочки. Маленькие-маленькие. Ну, если ветер не сильно помешает, то буду ловить им. Ну, если будет мешать, то поставлю что-нибудь побольше, полтора-два грамма. На комле у меня резиночка, за которую я цепляю крючок. Меня часто учат, что нужно делать не так, что нужно разматывать не с крючка, а я вот делаю именно так. Мне так удобнее и считаю более правильным. Именно такой вариант. Всегда на водоеме можно найти место. Даже если ловлю в камышах, где поставлю на стойке удочку и спокойненько ее разложу. Удочка не спортивная, поэтому у нее не пластиковый коннектор, который более удобный, а вот такая веревочка. Цепляется очень просто. На конце монтажа у меня петелька. Делаю удавочкой. И сюда вот так вот. Раз. И все. Обратно подал и снял. Все очень просто и легко. Готово. Удочка лежит. Сейчас пока она не нужна. Она мне не мешает. Занимаюсь прикормкой. Прикормочка настоялась. Готовая. Она сухая. Добавлю чуть-чуть аромы. Дилкорн. Укроп и что-то еще. Немного добавлю. Чтобы добавить запах. Укроп, специи. На основе миласы. Таким образом прикормка станет еще более тяжелой. А мне нужно, чтобы прикормка не пылила. Я постоянно смотрю отчеты. Половли карасей со всей России. Вижу ситуации. Когда у народа в лове очень много подлещика, плотвы и немного карася. Главная причина подачи прикормки. Отлично. Прикормка довольно сухая. Получилось. Но тяжелая. Грунт. Так как сильно куски большие ударю. Кротовки получились очень фаршивые. Ужасный грунт. Но ничего. Для фидера не подойдет. Для ловли на поплывок. Я буду закармливать шарами. Подойдет. Примерно один к двум не получается. На два грунта. Один прикормки перемешиваем. Если бы я ловил на фидер. Я бы обязательно сеял грунт. Так как там уже именно мелкая. Хорошая фракция. А так как я буду ловить. Закармливать шарами. Это мне не обязательно. Отлично. Немножко воды. Прикормка. Специально чуть-чуть переувлажню. Сделаю изначально более липтой. Чтобы просто шары дольше размокали. Лежали на дне. Помещается плохо. Клепного грунта. Не перемешанного. И сюда буду обязательно добавлять живность. Таким образом пахнет будет очень сильно. Кормовая составляющая будет очень сильная. Если карась зайдет. Надеюсь он зайдет. То даже собирая маленькие частицы. Убирая их в рот. Он будет чувствовать вкус. Но при этом насыщаться не будет. Так как это будет грунт. В основном он будет выплевывать. А живой компонент. Я добавлю резаного червя. Его будет удерживать. Он будет в этом копошиться. Постоянно будет запах вкуснятины для него. И плюс он будет иногда выбирать. Этих небольшого количества червей резаных. Надеюсь его это удержит. Надеюсь он будет сидеть. Ждать. Клевать. И ловиться. Червячок. В это время. Несмотря на погоду. Карась может сейчас хорошо начинать отвлекаться. Именно в насадке на червя. Не будет. Не могу сказать. Но может. И в любом случае. Небольшое количество живого компонента. Резаного червя. Сейчас уже хуже не будет. Ну если только карась вообще не будет ловиться. Маловато. Если честно такие бы штуки. Три-четыре баночки. Сейчас этого может хватить. А вот уже если будет продолжаться тепло. То через недельку-две этого будет очень мало. Просто будет вылетаться очень быстро. Правда тогда уже и прикормку можно будет использовать. Без грунта. Чистую. Ехал рыбаков много. С сигнализаторами, с донками, с джиговиков. Но у нас сейчас начался нелест судака. Судак на степных водоемах. Стал на яйца. На гнезда. И поэтому я считаю сейчас его ловить. Ребят, не надо. Добавляем. Маловато, но она пойдет. Ну что, друзья, осталось за малым отбить точку ловли. Промерить дно. И узнать, где там что и как. Для этого мне нужно сделать так, чтобы поплавок тонул. Поэтому это очень делается легко. Беру Небольшое грузило, которое гарантированно утопит мой поплавок. А так как грузоподъемность поплавка всего 1 грамм, то грузило тяжело не нужно. Просто дробинку зажал. Все. Проверяю. Оп. Утонул поплавок. А где-то как раз. Чуть подтащил. Тонет. Чуть подтягиваю. Смотрю. Так. Добавляю глубину. Утонул. Подтягиваю. И проверяю. Еще добавлю. Чуть-чуть. О! Выглядывает. Чуть-чуть. А ну подтяну. 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 Ага. Выглядывает одинаково. Дно ровное. Закину правее. На вытянутую руку. Утонул. Подтянул. Утонул. 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 Самый кончик торчит. Утонул, самый кончик торчит по ровности дна. Провер. Таким образом я проверяю где какое дно, чтобы понять. Утонул, торчит самый кончик чуть-чуть меньше, чем он мне должен выглядывать. Так, левее, что может быть так встанется. Утонул, утонул, утонул. Вот, а левее получается чуть-чуть глубже, вот сюда. Вижу самый кончик. Так, получается, сижу я ровно от меня и вправо ровно, а левее чуть-чуть глубже. Ловим, как и при ловле на фидер, заброс делаем на одну точку. Так, чуть-чуть глубины добавлю. Так, чуть-чуть глубины добавлю. На дальность и постепенно подтягиваю. Таким образом я вижу, есть свал или нет. Вот тут я вижу, от вот этого максимально дальнего заброса до подтяжки ближе, глубина практически не меняется, ну, чуть-чуть в сантиметры. То есть, лёгкое-лёгкое погружение идёт. Вот, допустим, комфортная для меня ловля. Поплывочек чуть-чуть торчит. Практически в норме, как, ну, чуть-чуть добавить глубину надо. Идёт ровный стол с небольшим, с плавным погружением влево. Вот тут вот. Но уже в максимальной длине выброса, когда вот всё уже, идёт буквально небольшое погружение. Я так подозреваю, что это стол, а там дальше начинается свал в этом месте. До основного свала я не достаю. Поэтому не знаю, подойдёт рыба или нет. Она может стоять ещё холодно там, а может выйти на милях. Я не знаю. Камыш начал лезть. По идее, она должна уже заходить к берегу кормиться. А кто там будет, фиг его знает. Ну, буду пробовать ловить. Здесь резиночка. Как раз место, где цепляется крючок. И теперь я отбиваю глубину. Отмечаю глубину по поплывку, чтобы я мог всегда к ней вернуться, когда я буду менять нахождение крючка. На дне, на дном. Грузило на дне, на дном. Не плюс-минус, я не спортсмен. Всё, отметил. Длина поводка у меня 10 сантиметров. Ловить я буду так, на данный момент, чтобы подпасок лежал на дне. Для этого мне нужно добавить глубину 10 сантиметров. Всё. Готово. Глубину отбил. Снимаю грузило и проверяю. Ну что, остался за корм. Кормить шарами. Вот такие вкусно пахнущие шарики. Недолёт. Всё. Оставил прикормку на подкорм. Ну что, ребятки. Закорм произошёл. Сейчас есть смело 20-30 минут перекура. Сейчас попью чайку. Позавтракаю. И после этого начну ловить рыбу. Надеюсь, она придёт. Ну что, друзья. Время московское 9.31. Начинаем пробовать ловить. Начну по традиции с классненького опарыша. Первая должна подойти мелочёвка. И она должна ему понравиться. Ветерок усилился. Прохладно. На солнышке посидел. Так классно, тепло. Так. Первая поклёвочка. Кто это тут? Вот. Такой красивый. Густёрка мелкая. Сопливчик. Да. Эти быстро подходят. Эти подходят быстро. А наоборот. Как будто шума ждут. Нашумел. Всё. Бегом бежит. Все дела бросают. Там жратва прилетела с неба. Плотва такая же. Очень классно реагирует. На шум. А вот карась нет. Дополнительный закор может полностью убить клёв. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто это такой бойцовый? Ещё одна густёрка. Ещё одна густёрка. Кто это? Перехватил на лету. Ого. Ого сазан. Вот это уклейка. Так. Я её даже для Саши сфоткаю. Саня. Смотри. Сазан какой. Оп-оп-оп-оп. Ребятки. А это кто? А это кто, друзья? А это он. А это он. Ленинградский почтальон. Ха-ха-ха. Есть. Такой красавчик. Кругленький. Толстенький. Чуть больше ладошки. То, что надо. Вкусняшечка жареная. Ням-ям-ям-ям. Так. Я ещё хочу карасика. Вроде бы подошёл. Надеюсь. Карасики, карасики. Клевайте вы в меня. Ветер сильно усилился. Поменял монтаж на более тяжёлый. Иначе громовым даже не в состоянии пробить ветер, чтобы закидывать куда мне надо. Забрасывать приходится двумя руками, чтобы пробить. Очень прикольно. Всё равно несёт сильно. Ну, пока настраивал снасть, поймал двух карасиков и подлещика. Было так классно, и тут поднялся ветер. Боковой. Тяжёлый. Ну, ничего. Иди сюда. Блин. Я-то с надеждой, что Карасеевич. Тут маленький сопливчик. Так-так-так-так. Опа. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто это? Та ё-моё. Такие красивые поклёвки. И такое. Рыб. Иди сюда. Нифига себе. Ого. 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 Классно. Так. Кто ж это там такой? Бойцов, а? Кто ж такой офигетельный? Ааа. Ха-ха-ха-ха. На живца ловлю. Это на живца. За спину карасика. Значит, он всё-таки там подходит. Ха-ха-ха. За спину. Так. Подошёл. Значит, ты вот он. Сейчас его подберём. Раз он подошёл, подходит, значит, надо его ловить. Друзья, спонсор канала интернет-магазин студия мебели мастерская. Большой интернет-магазин по Краснодару. Оп. Иди сюда. И в Краснодарскому краю. Вот. Карась подтверждает. Более десяти тысяч товаров. Кухни, спальни, прихожие, детские. Или кто это? Подлещик, что ли? Подлещик. Вот такой больной весь. Отпущу его. Пусть болеет дальше. О, самец. Дистовой наряд начинает проявляться. Основная работа интернет-магазина по Краснодару. Но также работает и с краем. В регионы России может отправить транспортные компании. При работе по Краснодару при заказе до пятидесяти тысяч рублей предоплата составляет всего одна тысяча рублей. Остальное при получении товара. То же самое при самовывозе. Если вы с другого региона или с края. И можете просто внести подоплату тысяча рублей. Приехали за товаром. Забрали. Доплатили. Проблем никаких. Шикарные кухни. Более девяносто пяти моделей модульных кухонь. Кухни, с которых можно собрать любую кухню любой сложности. По адекватной цене. При среднем погонном метре десять тысяч рублей за погоны. Это все фабричное производство. От крупных фабрик. Примерно процентов 60 товаров представленных на сайте является складской программой. Если товар является складской программой. Есть в наличии. Поставка 1-3 рабочих дня после внесения предоплаты. Если складская программа, но чего-то нету. Поставка до двух недель. Заказные позиции. Поставка до тридцати дней. Также заказная позиция. Кухню покупаете на пятьдесят тысяч. Предоплата тысяча рублей. Через тридцать дней как она пришла. Получили. За кухню рассчитались. Также большой выбор спален, прихожих, детских. Различных кроватей. Одна спальня и двух спальня. Кровати чердаки. Двух ярусные. Кровати на металлокаркасе. Мебель в прихожую. Мебель в спальню. Огромнейший магазин. Цены на сайте стараются держать всегда максимально актуальные. Если идет изменение цен. Все бросают. Меняют цены. Чтобы человек видел актуальную цену. Ссылку оставлю в описании. Заходите. Смотрите. Магазин. Заказывайте. Иди сюда. Иди сюда красавец. Сначала так. Слегонца приподнял. Потом. И утопил. Вот что значит. Легкая снасть. Легкий монтаж. Когда рыба не активная. Когда она тяжелая. Поклевок практически не видел. Видел, что там теребонькает, теребонькает. Иди сюда. Иди сюда. Супер. У хищника в пасти бывал. Иди сюда. Долго. Приподнимет. Допустим. Приподнимет. Вот поклевки на поплывок весом 1 грамм, друзья. С вот такими вот. Маханьками. Маханькими подпасками. Маханькими подпасками. Не весома грузоподъемностью. Оп. Иди сюда. Иди сюда. Красавчик. Расклевался. Тьфу. Тьфу. Отлично. Как раз для жарехи самое то, что надо. Иди сюда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-я-яй. Ай-яй-яй. Что он вытворяет. А? в рот просто дополнительно за плавник зацепился взял в рот как положено все кто не знает как пользоваться этими штуками так вот раз лишь так вот раз раз попала полозок в натяжку до конца и отбиваешь крючок очень удобная нужная полезная вещь у меня стремненький китаец если где-то кто-то найдет станфо берите не пожалеете давай есть он там давай 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 иди сюда иди сюда это кайф ребята это просто кайф шикарный карась не крупный не мелкий бойцовый офигительные да офигительный карась могу сказать просто сказочный ребят давай давай иди сюда сход иди сюда иди мой красавец иди папочки шикарный бойцовый карась вот это у меня жареха будет ребятки ветер притих чуть-чуть потеплело солнышко вышло потеплело и рыбка активизировалась но при этом поклевки конечно очень очень нежные давай давай друзья по поводу самого закорма я кормлю шарами и стараюсь кидать вот максимально вот сегодня удочка стояла вот так вот и напротив старался максимально кидать да я не спортсмен я не привыкший точно кидать поэтому мог мазать периодически мазал но все равно примерно в районе полуметра все шары у меня ложились все рядышком иди сюда и вот во время сильного ветра у меня получалось или оснастку сносила влево или я брал правее и получалось кидал сильно правее на метр на полтора от точки в итоге в стороне вот буквально чуть-чуть или долго поклевку приходилось ждать или ее не было обоих подлещиков я поймал в стороне а это говорило о том что карась согнал сгонял его не давал зайти мелочь иди сюда иди сюда иди сюда мелкий мелочь густерка там хорошо клевала то же самое сгонял ее но стоило положить четко куда надо и поклевка себе долго не заставляла ждать карась клевал это говорит о том что вроде бы что там метр в сторону а вот влияет реально влияет мы как все все как привыкли кормить зачерпнул доброй душой и вот так вот щик насыпал в итоге нет концентрации в одном месте рыба тасуется по большому участку вы не можете остановить она где-то гуляет попробуйте в следующий раз чем бы вы не кормили макухой комбикормом чем кашей сделать шары что-то плюхнулся здоровый макуха добавьте в нее хлеба при кормке ну сделайте плотные шары максимально плотные каши тоже самое добавьте в нее при кормку еще что-нибудь сделать ее шаром и закормите четко одну точку ловите вы на три удочки без разницы там на перо на какие стоит у вас три удочки возьмите прикольнитесь проведите эксперимент одну удочку допустим среднюю вы выбираете куда четко вы будете кидать вы попробовали нету зацепов нету травы его вот так вот кидаете и четко в это место закормите а две крайние вы как угодно кидаете вот в это место киньте много при кормке там четыре пять шаров апельсиновых а выйти как хотите так сыпьте а еще лучше вообще не сыпьте и посмотрите результат но закидывать вам нужно будет каждый раз в одно и то же место в то место куда вы кормили чтоб ни вправо ни влево ни ближе ни дальше попробуйте поэкспериментируйте поверьте вы заметите как на эту удочку в этой точке у вас будет лучше чем во всех других местах сейчас будет теплеть карась будет активно и активно потом в один прекрасный момент приезжаешь на рыбалку а он не хочет опарыша и червяка вернее утром кушает а днем не хочет садишь манку и рыба оказывается есть попадал так что опарыш перехватывает мелочь по пути червь мелкий карась манка крупный даже такое было как относительно чуть чуть крупнее иди сюда иди сюда ой 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 блин что он творит а сход шикарно шикарно иди сюда иди сюда иди сюда блин ну поклевки ну вообще настолько слабенькие порой за бороду да бородатый иди сюда очень часто вот такие сегодня поклевки слегка притапливает а потом что нибудь делает я так полагаю вот это слегка притапливание это тот момент когда он когда карась в рот берет приманку и начинает кушать ее вот он ее засасывает и засасывает поплывок легкий его слегка притопило а после этого он взял и поплыл мы видим поклевку иди сюда иди сюда иди сюда на утоп клюнул красавица карасик 2 апреля на поплывочную удочку на поплывочную удочку зачет иди сюда иди сюда иди сюда класс ну что друзья буду заканчивать сейчас будем смотреть улов иди сюда иди сюда матери посмотрите колокольных ATT детай монтав маховую удочку 2 апреля это супер это просто класс я кайфанул оторвался я в таком огромном восторге просто ворвался все было как я полностью предполагал как я всегда во всех видео рассказываю карась под берегом потеплело он подошел кормиться далеко кидать не надо грунт сыграл свою роль малое количество прикормки с сильной ароматикой сыграла живой компонент в прикормке удержал рыбу рыбы было валом она заходила ее было очень много оставалось подобрать ключик работал с утра и один красный опарыш 1 2 одеваешь плохо 3 еще хуже лучше всего один потом стала прогреваться рыбка стала поактивней и стала работать еще и червь даже червь работал чуть-чуть лучше чем опарыш дип дип уменьшал время между поклевками выделил дипом рыба отзывается на ура дип рулил точность заброса в точности при кормке место прикармливания рулила чуть в сторону хуже четко вместе рыба есть все было кайф но тонкая снасть поклевки очень нежный очень громовый поплавок рулил более тяжелые поплавки в разы хуже я не выдержал ловил на громовый ветер не дает увеличивал раз увеличивал 2 в итоге плюнул вернулся опять громовым и мучился мучился но ловил это слой сложно но я ловил рыба клевала ветер стих и стало просто кайф я кайфанул все было супер все было вот просто по написанному все было кайф до новых встреч друзья